В реабилитационном периоде используются медикаментозные препараты. Если проводилась большая операция, то назначаются антибиотики. Если небольшая, такая как блефропластика, ушки, небольшие липосакции, интимная пластика, то возможно даже обойтись без антибиотиков только противоотечными средствами, жаропонижающими, обезболивающими препаратами. Если это подтяжка лица, то возможно прибегнуть к аппаратным методикам наподобие микротоков, лимфодренажа. Но делать это нужно последовательно. И это будет не одна процедура, все-таки это должен человек пройти ряд процедур. Тогда только это будет иметь смысл. Есть еще различные методики, именно аппаратные, именно какие-то косметологические, противоотечные инъекции. Но все-таки самое лучшее это соблюдать рекомендации холод и покой. То есть на область послеоперационную, если класть холод, если соблюдать рекомендации по режиму, по режиму питания, по режиму дня, соответственно заживление будет максимальным. Очень важно, очень важно это стрессовое состояние организма. Возможно, можно делать все, и противоотечные препараты, и все-все, что возможно только с нашей стороны, со стороны врачей. Но если у человека как-то нарушен гормональный фон, стрессовое состояние или какая-то ситуация, и это большая отслойка была на операции, и это повреждено много лимфатических сосудов во время операции, соответственно, при большой отслойке, в любом случае реабилитация ухудшается. И пока не будет положительного вот этого настроя, будет сохраняться отечность и, соответственно, все включающие.